Приветствую вас! И давайте представим, попробуем представить отношения, как некий такой, скажем, график, у которого есть шкала. Обычно, график отношений, пусть он будет ровный. То есть, это вот ровная линия. Когда муж вам изменил, эта линия опустилась в сторону негатива. Это предательство, это удар по вам, по вашей семье, по вашему самомнению, по вашей гордости, по самолюбию, да. Эта линия опустилась вниз, от иношального равновесного состояния. Чтобы она вернулась, значит, обратно, нужно, чтобы она поднялась. То есть, нужно, чтобы вот этот негативный эффект был снят, и если он снимется, то тогда доверие вернется. Что нужно, чтобы эта шкала вернулась на исходную позицию? Нужны какие-то позитивные действия, которые должны нужно. То есть, его раскаяние, его прояснение ситуации, почему он изменил, его честность и соответствующее реабилитирующее поведение с его стороны. То есть, так, чтобы вы видели, что мужчина признает свою ошибку, видит ее, искренне в ней раскаивается, понимает, почему он так поступил. И, как итог всего этого, больше так не сделает. Соответственно, доверия у вас нет к нему, потому, что, либо, мужчина еще не успел довести шкалу до исходной точки, либо, он недостаточно сильно старается. И вы не уверены в том, что он раскаивается в должном месте своей измене вам, а значит, может ее повторить. Соответственно, в этой ситуации нужно проанализировать, что вас не устраивает, личного, личного поведения мужа сейчас. Чего вы боитесь? И если вы боитесь, допустим, повторения измены, то здесь нужно понять, от чего ты, собственно говоря, мужчин хотел. Ведь измена – это всегда следствие каких-то причин. Вот выяснение причин измены и поможет вам лучше понять, почему мужчина так поступил. По глупости, хорошо, но глупость тоже чем-то была мотивирована. Какой был мотив? Чего ему не хватало? Чего ему хотелось? Вот это вам и нужно ему дать, если вы боитесь именно повторения. Если вам кажется, что он недостаточно сильно раскаивается, то тут нужно быть достаточно осторожным и деликатным. Ведь каждый раскаивается так, как может. Мужчина, допустим, может перед вами извиняться, унижаться и так далее. Но постоянно делать это все равно не будет. И вам нужно понять, что вы бы этого, наверное, тоже не хотели, иначе вы бы перестали такого мужчину уважать. Да, понятно, что измена – это тоже само по себе действие, которое лишает уважения к мужчине. Но еще меньше у вас будет уважения к мужчине, который постоянно любезит. Соответственно, нужно понять, действительно ли вам недостаточно его раскаяния. Или это только качество. Тут нужно все-таки проводить более детальный анализ поведения мужчины, чтобы понять это. Ну и, в принципе, можно говорить о том, насколько мужчина стремится загладить вину. Насколько позитивны его действия. Если вообще ничего не изменилось, то есть вот он изменил вас, потом изменился, рассказывался, объяснил причины, допустим, вы все поняли. Но он никакой минус в вами не загладит перед вами. Это говорит о том, что он недостаточно осознает свою ошибку. И тогда вам нужно будет ему об этом напомнить. Сказать, что, ты знаешь, я тебя простила, но мне больно. По-прежнему больно, очень больно. И мужчина, если он вас любит, если он вами дорожит, он будет оказывать соответствующие знаки внимания, он будет вести себя соответствующим образом, чтобы показать вам, что вы для него единственная, неповторимая и самая-самая-самая лучшая. Если этого нет, значит и чувств соответствующих тоже нет, а значит измен может повториться. На этом все. Надеюсь, что помогло. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, пожалуйста. Могу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучшим, буду благодарен. Пока. Желаю вам всего доброго, удачи и принятия верного решения относительно своей дальнейшей жизни.